Приветствую! В эфире Вымпел. Здесь ты, как и прежде, сможешь узнать все самое интересное и актуальное из мира. Настолок, видеоигр, комиксов, сериалов, кино и прочих радостей гиковской жизни. Не будем тянуть, смотри сегодня в выпуске. Больше звездных войн на каждый компьютер и стол. Третий сезон похождений Мандалорца и куча детализированных дополнений к восходящему солнцу. По традиции начинаем наш выпуск мы с набора новостей. Сегодня они совсем разные на любой вкус и цвет. И про настолки, и про книжки, и даже немного про звездные войны. Начнем с новостей из далекой-далекой. Компания Funko Games, повинуясь хайпу, на фоне грядущего ивента по звездным войнам анонсировала новинку под названием «Звездные войны. Соперники». Она же Star Wars Rivals — расширяемую карточную игру для двоих игроков, которым предстоит выбрать сторону силы и сразиться за контроль над легендарными локациями далекой-далекой галактики. Поклонники и раньше не страдали от недостатка дуэльных настолок по вселенной «Звездных войн». Только Destiny отмучилась, как тут новый, потенциально бесконечный способ тянуть деньги с преданных фанатов. Сперва за покупку персонажей — светлой стороны, ну а затем, как это водится, темной. На запуске в игре будет 30 персонажей для сражений и коллекционирования. Суть игры заключается в том, что игрок должен захватить контроль над полем боя и забрать как можно больше карт-локацию своего соперника. У каждого персонажа будет по три уникальных карты действия с различными способностями, и благодаря различным комбинациям героев игроки смогут выбирать из практически неограниченного числа вариантов победных стратегий. В стартовый набор «Премьер» войдет все необходимое для игры вдвоем. Эксклюзивный старт продаж состоится уже на этих выходных на фестивале Star Wars Celebration, а в открытую продажу на территории США игра обещает поступить в конце весны. От настольных похождений «Звездных войн» к похождениям джедая на компьютере. 3 апреля вдогонку за трейлером было опубликовано превью Star Wars Jedi Survivor. Журналисты провели в экшн-рпг несколько часов и активно делились своими впечатлениями. Если пробежаться коротко по самому важному для игроков и самому интересному. В первую очередь о боевой системе. В сиквеле у главного героя появилось пять боевых стоек, в которых он использует меч со стандартной рукоятью, два меча по одной в каждой руке, двухколенковый меч, меч с боковыми лезвиями и даже пластер. В прошлой игре особенно досадной оплошностью была невозможность полноценно рубиться двумя клинками. Сиквел это недоразумение исправляет. И не может не радовать, что почти все способности персонажей из оригинала будут доступны с начала прохождения. Повторно открывать умения вроде двойного прыжка игроку не потребуется. Среди прочего из интересного в городе получится изменить внешний вид Кэла, причем не только одежду, но и прическу. Подводя итог, можно сказать, что Survivor оставила положительное впечатление у журналистов, которые назвали игру отличным сиквелом. Обозреватель PC Gamer отдельно отметил, что разработчики из Respawn, судя по всему, отлично знали главные недостатки игры и постарались справить их наилучшим образом в сиквеле. Релиз состоится 28 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series X и S. От «Звездных войн» плавно вернемся в мир Marvel, ну а конкретно в мультивселенную Арахнидов. В сети появился второй полноценный трейлер мультфильма «Человек-паук. Паутина вселенных». В новом ролике можно увидеть неприличное множество стилизованных параллельных вселенных, их паучьих хранителей и антагониста Джонатана Оно, известного как «Пятно». Стоит напомнить, что «Паутина вселенных» — лишь первый из двух сиквелов оригинального мультфильма. Анимационный кинокомикс выйдет в прокат в июне 2023 года. Релиз продолжения запланирован, следом сразу же на 24-й. Новостной блок окончился на словах о Marvel, однако темы уже заявленной про «Звездные войны» далеко уходить не будем. И наша следующая рубрика посвящена размышлениям о все еще идущем сериале «Мандалорис». Таков путь! Как часто у зрителей может возникнуть ощущение, что шоу, которое он смотрит с первого сезона, преданно поглощая серию за серией, может возникнуть ощущение, что это самое шоу становится каким-то не таким, начинает постепенно сдуваться. У поклонников киновселенной Марвел такое ощущение уже где-то несколько лет. Сильнее и сильнее мешает наслаждаться просмотром. У поклонников «Звездных войн» такое шоу где-то с 2015 года происходит. Проект плохой, проект хороший, проект плохой, проект хороший. И вот тебе, нате, третий сезон «Мандалорца». Несмотря на то, что история начиналась максимально самобытно, ну, фигура отца, фигура какого-то маленького звереныша, который делает агу-ага, вместе они путешествуют по далекой-далекой галактике, и как-то это все происходит на периферии основных событий, не скатываясь в бесконечные драки с джедаями, с ситхами, с империей и из известных камео один-два персонажей обчелся. Но долго так продолжаться не могло. Первый сезон «Мандалорца» стал хитом, и создателей понесло. Уже во второй вернули и Бо-Катан из мультсериала, и Асоку Тана, куда ж без нее, и стали заигрывать с реликвий «Темного меча», который затизерили в конце первого сезона. Ну и продолжением этого безумия стал Оби-Ван Кеноби, книга Боба Фета, где сюжет фактически строился на взаимодействии культовых персонажей без привязки к самому шоу. Это как поместить несколько фигурок Лего, я не знаю, в комнату с ребенком и сказать «развлекайся». Ничего внятного он, скорее всего, не сделает, просто будет делать «пиу-пиу». Вот «Мандалорец» пошел по этому же пути, и третий сезон это прекрасно подтверждает. Уже вышло шесть из восьми серий, и, ну, как говорится, когда речь идет о видеоиграх, говорится, игр тонет, то есть игр-то нет. Вот, а тут сюжет, сюжет тонет, сюжета нет, потому что за шесть серий «Мандалорец» не делал ничего, ну, на что был хоть какой-то намек, на что как-то зрел конфликт в конце прошлого сезона. Фактически шесть серий «Мандалорец» шлендрит со своим маленьким зеленым питомцем, и фактически сериалу не нужен. Есть изящный намек. В оригинале сериал называется «Мандалориан», то есть фактически «Мандалорец» может быть кто угодно. Они нация воинов, и из-за того, что они вынуждены ходить все время, скрывая лицо под шлемом, по крайней мере, один из этих кланов протагониста, можно в эту формулу изящно как-то вводить и выводить. Безусловно, потому что Дин Жарин и Грогу чувствуются совершенно ненужными. Грогу вернули фактически ради того, чтобы сохранить просмотры, потому что «Зеленого малыша» любят, игрушки покупают, а Дин Жарин вообще ничего не делает. Меч отдал, копье потерял, броню профукал. Фактически, как протагонист, он не делает ничего крутого, быстро уступая в харизме Бобби Фету, который, казалось бы, после книги куда уж антихаризматичней стал. Камео много, камео обещают еще больше, но начинает проскальзывать какое-то странное ощущение дешевизны и трэша, потому что у персонажей одни и те же маски. Город, который они защищают в одной из серий, там живет всего 20 раскрашенных статистов, нападает на него тоже 20 раскрашенных статистов. Какая-то культура тех же Мандалорцев, которые нам с такой помпой преподносили, начинает скатываться в форменный трэш. Фактически, две серии мы видим, как несколько косплееров сидят в каньоне и страдают от нападения то огромного крокодила, то огромной летучей мыши, потому что им приспичило пострелять по воде. Хотя мы знаем, еще во Властелине колец, не стоит тревожить чудовище этих мест, не трогай воду. Ну а экшен, который, казалось бы, мог в таких сериалах завлечь, если уж не лором «Звездных войн», то хотя бы какой-то составляющей баталии, схватки на световых мечах, перестрелки, погони, да все то же самое. Мало того, что страдает сама по себе логика повествования, но, допустим, автор душнила, и можно просто отключить мозг и наслаждаться. Нет, это все-таки не трансформеры, тут смотреть особо не на что. Где-то хромает графика, где-то постановка, и все больше и больше начинаешь думать, что «Звездным войнам» действительно подходит формат или мега дорогого фильма, где, ну, так или иначе закидают деньгами, и качество будет, ну, хоть на приемлемом уровне, или мультсериалы, где не стоит так сильно запариваться с фотореализмом, например, та же «Бракованная партия», последний сезон «Воин клонов», те же «Повстанцы», особенно к последним сезонам, очень неплохо смогли нащупать ту нишу, где есть и стиль, и некоторая эстетика, то есть уникальная рисовка, и что-то, что смотрится очень даже красиво, гармонично, и самое главное, нет ощущения скупости, потому что вот смотришь «Бракованную партию», они за одну серию посетили огромный какой-то город, они там побегали по трущобам, поперестреливались с имперскими батальонами, какие-то личные драмы, а здесь, ну, здесь 40 минут идешь из точки А в точку Б с персонажами, которым идти туда, собственно, не за чем. Впрочем, возможно, автор ошибается, и за две грядущие серии все изменится кардинально, но если так, то мы обязательно в будущем об этом еще поговорим. На этом наша рубрика заканчивается на несколько такой подвешенной, если не скорбной ноте, и мы переходим к прекрасному, замечательному нашим постовочкам. В прошлый раз я пообещал рассказать о дополнениях к восходящему солнцу, ну, а, как известно, слова надо держать, поэтому сегодня у нас в студии сразу три коробочки. Это Dynasty Invasion, это Kami Unbound, и это очень эпичный монстр пак. С ей великолепие открывается нашему взору на все, на что падает свет солнца и луны. Смотрите, слова не случайны, мы начнем с самого большого дополнения, это вторжение династии, два полноценных новых игровых дома, это дом солнца и луны. У них, как полагается, у любого уважающего себя расширение свои уникальные правила. Например, одной из них, на стороне этих домов не могут выступать монстры. Монстры могут выступать за дома из оригинальных компаний, здесь же нет. Здесь дома более просвещенные, поэтому на их стороне семь богов удачи, собственно. Вот они слева направо, еще раз слева направо. Обладают рядом уникальных механик, которые, несмотря на то, что принцип схож с монстрами по манере выставления их на игровой стол, тем не менее, они дают свои уникальные эффекты и бонусы, которые позволяют неплохо двигаться по треку набора очков и чести. Это быстро пробежаться. Дай Ко Ку Тен, это парень с петухом, если быть точнее. Вот он. Это считается силой восемь, учитывая, что очень часто во время потасовок, может быть, несколько домов, его эффект может быть не таким бесполезным, как может показаться. Да, это не пугающее оне-чудовище, но, тем не менее, свои очки вы отбить сможете. Это Эбису, парень с огромным карпом. Если он убит, вы получаете просто неприличное количество денег для экономики и бесконечных торгов, и попыток перебить чужую ставку. Этот парень может быть невероятно полезен. Лично мой фаворит, это парень с почти невыговоримым именем, это Фу Ку Ру Ку Дзюм. Он может быть одновременно и даймой, и крепостью. Он может и передвигаться, и давать бонусы, не может быть убит. Можно построить как крепость, а каждая крепость, это, соответственно, возможность выставлять ваши новые войска. Причем, надо отдать должное, все миниатюры детализированы, все, честь по чести, не теряют марку, то есть нет ощущения, что это дополнение сделано ради лишних денег. Игроки получают свои детализированные миниатюры, как было обещано, причем в солидном количестве. Я бы даже сказал так, миниатюры все получают в качестве стандартного, а вот карты к этим миниатюрам мы получаем на нескольких языках. Даже пример правил есть на английском, есть на японском, поэтому если вдруг вы там, допустим, заживали один жетон нечаянно, то не переживайте, у вас их будет еще два листа, два дубликата, ну, по классике, два знака заключения союза. И поля здесь нет, то есть это все три дополнения, которые не подразумевают расширение игровой территории, это фактически вторжение на уже имеющиеся. Разумеется, есть карты, и вместе с этим есть еще два небольших дополнения, которые, однако, не стоит недооценивать. Я, например, их недооценил, когда брал, то есть я, скорее, из-за того, что очень люблю эстетику Японии, решил, что вот надо себе этим коллекцию пополнить. И оказалось, не зря. Начнем с самого внушительного по размерам. Это монстры. Четыре штуки. У каждого есть своя уникальная особенность. Это огненный, как в одном замечательном фильме «Солдаты неудачи». Огненный дракон, который отлично дополнил дракон из оригинальной коробки. Ну, я мало что это может дать, но, тем не менее, я не могу этого не зачитать. Считается силой 3. Не очень много. В начале битвы в регионе с этим монстром убейте по одной другой фигурке всех игроков в этом регионе, включая вас. Вспоминая прошлый выпуск разговора о том, что иногда принести себя в жертву во имя великой цели, особенно в этой игре, просто иногда в этой игре считается не просто почетным, но и крайне выгодным, это отлично дополняет комбинацию. Также есть Они Чумы, лично мой фаворит. Мало того, что он невероятно здоровый, так еще и его особенность. Люди иные игроки с определенным показателем чести, конкретно те, у кого чести больше, чем у вас, видите, люди подостойнее, не могут войти на локацию Сони Чумы. А если вы помните поле, стоит поставить своего Они в один любой пункт, и фактически эта точка закрыта и для транспортировки войск, и для переброски ресурсов. То есть если вы играете как самые бесчестные и подлые, это будет отличным дополнением для ваших коварных стратегий. Есть еще живое древо, оно же Дзимендзю, как позволяет ставить монстра в локацию с этим деревом, это такая передвижная крепость. И ночной кошмар всех раснофобов Дзё-ро-гу-мо. В начале битвы можно взять под контроль одного из персонажей. Частый архетип, когда кто-то паукообразный, способен гипнотизировать персонажа. Ну и бегло про самое маленькое, по казалось значимости дополнение, это фактически материализация богов из оригинальной игры. Теперь они появляются не просто в роли карточек, у них появляются фигурки, они своего цвета и способны внести свою сумятицу на поле боя, однако стоит помнить, что все эти дополнения разом использовать не получится. Потому что если вы берете, допустим, дом солнца и луны, да, у вас появляется возможность поиграть в шестером, однако вместе с этим у этих двух людей из шестерых, или двух из четырех, или двух из трех, пропадает возможность пользоваться монстрами. Это тоже стоит учитывать. Ну и плюс всех сразу выставить не получится. Несмотря на то, что этого дополнения нет, фрагментов поля, как у упомянутого Забицыда или Путешествие Бигля, хочется отметить, что, во-первых, оно полностью выдержано в японской стилистике, отлично детализировано, того стоит, карты докладывают даже больше, чем просил изначально, поэтому встречающее дополнение к коллекции, хорошая возможность как-то расшатать привычную матрицу игры и просто еще раз, два, три повода замечательно провести вечер в хорошей компании. На этом у нас все, но не переживай. Как обычно, совсем скоро мы вернемся с набором новостей, настолок, комиксов, может и сериал какой интересный подъедет, а это значит, что совсем скоро мы услышимся. Не теряй! Субтитры создавал DimaTorzok